Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня новая колода, называется Таро-языческих кошек. Кошки, на мой взгляд, самые обычные, а прорисовка карт действительно очень интересная. Вот в таких простых достаточно изображениях нам художник передает само действие или значение карты. И я так надеюсь, что этот общий прогноз, мои дорогие тельцы, вы сумеете переложить на свою ситуацию. И какие-то подсказки для вас определенно будут. Итак, неделя для вас. И первую карту мы достанем, что важно знать, чем вам придется заниматься или чему вы будете больше выделять внимание. Какой приоритет будет для вас. Вам может быть и настроение этой недели, общий фон. Итак, что важно знать, чего не избежать, неожиданность, чему сейчас не время или что может помешать, что вам будет помогать, что будет радовать. Давайте достанем карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то нарочно скрывает. Увидим, узнаем. Давайте откроем по основным сферам жизни. Карты. Дела, работа, бизнес. Денежная для вас, мои дорогие тельцы, энергия. И личная жизнь. Итак, что важно знать. Ну, что выпало, то выпало. Оставь прошлое прошлом. И десятка мечей. Обратите внимание, кошек здесь нет на этой карте, но у нас стоит дева, которая держит как будто два рога изобилия. И что-то как будто остается у нас позади. Может быть, какие-то воспоминания или какая-то личная история уже не имеет значения. Может быть, какие-то разочарования, мои дорогие тельцы. Но, видимо, это неделя как прощание. Вам вот этот багаж какой-то сложный, эмоционально тяжелый или в виде какой-то ненужной философии совершенно сейчас ни к чему. Он вам может осложнить ход развития событий, потому что вы будете оглядываться назад или сравнивать, если теперешнюю ситуацию с прошлой. А нам говорят, это не имеет значения. Закрой в прошлое дверь. И правда, Плутон 21 числа, воскресенье, переходит из Козерога в знак Водолея. И это, знаете, совершенно иной период, нежели Плутон был в Козероге. Козерог – это статусный знак, а Водолей – это знак свободы. Это знак иррационального. Где-то, может быть, он и будет такой турбулентный, захватывающий, но свободы будет больше. И это игра по новым правилам. Это жизнь в каких-то совершенно других измерениях, может быть, условно, конечно говоря, но, может быть, уже в 2024 году. То, что для нас было каким-то табу, или мы думали, я никогда так не поступлю. Здесь мы все передумаем и будем поступать как-то по-другому. Поэтому, по крайней мере, на этой неделе прошлое уже не имеет значения. По крайней мере, это то, что важно знать, так считают карты. Неожиданности. Какая-то история может, ну, условно, встать на паузу. Или, может быть, это уже есть какая-то пауза. И для вас это неожиданность. Точнее, неожиданность не этой недели. Это случилось, ну, может быть, неделю или две раньше. Что-то произошло, когда какой-либо вопрос, или, может быть, это касалось отношения, уперся словно, ну, как в стену какую-то. И вы не видите развития дальнейшего. Может быть, это какая-то ваша стратегия поведения, когда вы приходите к выводу, что если я буду продолжать в том же духе, я ничего не добьюсь. Может быть, мои дорогие тельцы, вы многим помогаете. И вы придете к выводу, что как раз это уже какой-то тупик. Я не могу, ну, может быть, жить в том же жизненном графике. Или я не могу действовать, как прежде, по разным причинам. Или я уже не хочу жить так, как прежде, потому что какая-то история меня окончательно, ну, где-то измучила, поглотила. Всегда, когда выпадает карта повешенного, имеется в виду какой-то тупик. Вот мы словно двигались куда-то. В итоге мы не можем в том же направлении или теми же методами продолжать какое-то дело. Что-то, может быть, вокруг вас меняется по независимым от вас причинам. И вам нужно принимать какие-то решения. В неожиданностях вы не сможете, наверное, на этой неделе что-то кардинально изменить. Вот такое тоже может быть. Но вот расстаться как будто с прошлым. Или, может быть, какую-то конкретную ситуацию. У кого-то это будет касаться работы, а у кого-то личной жизни. Вы видели в одном ключе, а тут вы узнали какую-то тайну. Или какая-то информация к вам пришла. И вы понимаете, что нет, теперь не будет как прежде. И мне все равно приходится искать какие-то выходы или способы решить тот или иной вопрос. Есть определенный как бы тупик. Но действия пока вы как будто принять на этой неделе, по крайней мере, не можете. Вам придется где-то, если мы говорим про конкретику дел, либо что-то поставить на паузу. Вы сами можете поставить. Или за счет обстоятельств что-то притормаживается. Вот в неожиданностях как будто такие неожиданности. Чему сейчас не время. Ну вот правда, вы знаете, что вам говорят? А вообще, как будто не двигайся сам. Скорее всего, вот эта карта повешена. Это вы сами что-то поставите на паузу. Это вы сами можете кому-то сказать нет. А если не скажете, то можете уйти по-английски. Как будто ни да, ни нет я должен подумать. Привести, может быть, мысли в порядок. Или увидеть какое-то дело, какое-то, может быть, обстоятельство того или иного вопроса. Мне нужно обдумать и в другом ракурсе. Обстановка меняется, прошлое или как прошлое уже не может быть продолжено. Видимо, для вас, мои дорогие тельцы, точное осознание, видение, что происходит сейчас в каком-то конкретном отрезке времени. И ведь карта-то сама по себе, это у нас выпадает рыцарь Пентаклий, который едет медленно. Посмотрите, какой кот, который взобрался на козу буквально. Он просто сидит, он никуда не торопится. Вот чему сейчас не время. Вот как будто даже поездки какой-то, как будто не время. Даже продвижение какое-то, если вы будете задумывать, а как будто тоже не время. Как будто что-то вы не сможете разгадать, решить, окончательно разобраться с чем-то. Вот именно на этой неделе вы просто должны провожать прошлое. Странно. Что будет помогать? Достаточно странные карты, но одна другую дополняет. Это карта-отшельник так выглядит. Нам показан кот, который медленно взбирается наверх. Поэтому взбираться как будто наверх, продолжать что-то придется. И буквально, наверное, продолжай. Или у тебя не хватит терпения, или ты победишь. Поэтому победа, она должна быть. Но надеяться на самих себя. Вот это помогает. Слушайте, правда, подсказки своего шестого чувства. И делайте так, как сообразно вот к какому-то короткому конкретному отрезку времени. Или тому, как подсказывает вам ваша интуиция. По какой-то конкретной ситуации вообще не убыстряйтесь, не торопитесь на этой неделе. Как принимать важные решения, ни одна карта нам об этом не говорит. Так и отправляться в поездку, мои дорогие тельцы. Ну, если судить по картам, то как будто не время. Что скрыть-то, давайте посмотрим. Можно совершить какую-то глупость, правда. Нулевой аркан. Нам здесь показан кот, который гонится за бабочкой. А мысли его вообще и того далече. Потому что он представляет себя на подушке и рядом с миской молока. Ну, буквально так. А между тем успевает думать одно, а бежит за бабочкой, повторюсь, и он уже на краю обрыва. И он этого не видит. Тут, правда, что-то можем прошляпить. И как будто совершенно все-таки нулевой аркан. Мы пока не видим, как будут в дальнейшем разворачиваться события. Вот на этой неделе что-то просчитать. Или какой-то тезис-план, мои дорогие тельцы. Скорее нет. Вы от чего-то будете отказываться. Вы что-то будете, как через новооткрывшиеся новости, информацию, реальность, обстоятельства. Видеть вот конкретику, причем совершенно новую. И, может быть, это и желание не оборачиваться назад будет лично вашим. Но для кого-то проиграется как именно обстоятельство какого-то дела, жизни, вопроса, когда вы не имеете права на ошибку. И поэтому педалировать что-то, торопиться или куда-то быстро, спешно собираться, отправляться, тоже как будто этому не время. Обещать кому-то что-то тоже нет. Тут все нужно продумывать, каждый шаг и больше рассчитывать на самого себя. Знаете, что еще помогает? В принципе, ничто не мешает. Я люблю эту карту. Когда выпадает отшельник, это правда помех. Как таковых нет. Но у вас выпали такие карты, которые говорят, что может быть обстановка вокруг вас, мои дорогие тельцы. Она каким-то образом увязана с вашей жизненной историей. Или влияет на вас. И поэтому вот своеобразный такой стопор или паузу вам просто рекомендуют карты. Иначе что-то мы тут не просчитаем. Или, может быть, все эти карты говорят, ты вот продвигайся как тот отшельник. Мелкими шагами и слушая интуицию. Потому что запрограммировать что-то невозможно. Просчитать тоже. Прежние методы не работают. И какая-то обстановка, которая меняется вокруг вас, она на вас будет влиять. Дела, работа, бизнес. У кого-то из вас, может быть, нам хотят сказать, карты продолжай. Все же это у нас не что-нибудь от Успентаклей. Это как поддержка высших сил. Иногда приходит вот даже значение карты с таким как бы подсмыслом, что словно ангелы за вами наблюдают. И возможность у вас будет какой-то проект осуществить. Либо к вам приходит новость, мои дорогие тельцы. Иногда бывает тоже по этой карте судьбоносная какая-то новость, когда нам придется что-то переделывать. Порой это может быть та новость, которая или информация о нас в первый момент, когда мы ее слышим, она нас ставит в тупик. Потом, когда по прошествии дней мы понимаем, для чего это было нужно. Но на этот период времени, на эту неделю мы можем пока этого не видеть. Я надеюсь, что это не для всех, мои дорогие, проиграется. Для большинства из вас это проиграется как получение денег или какие-то новые возможности, или предложение новой должности, или может быть сама возможность сделать карьеру, осуществить, получить какой-то результат, эффект. И вы об этом как раз узнаете на этой неделе. Карта все-таки про успешность нам тоже говорит. И поэтому будем надеяться, что для большинства это так. Но тогда все равно как будто не торопитесь. Значит, если что-то получается сделать хорошо, или получаете вы деньги, или какая-то еще оказия для вас, мои дорогие тельцы, происходит на этой неделе, ну, нужно точно никуда не торопиться. А если деньги? Деньги не тратим. Ну, вот давайте мы узнаем. Энергия денег. Вот по сферам жизни очень благоприятные карты ведь ложатся. Удивительное дело. Посмотрите, туз Пентакли на работу. Это, по сути дела, это карта удачи, где-то успеха. И Пентакль похож на колесо фортуны. И тут как будто арка, да, весь мир открыт. И праздник после победы. Тут самый настоящий праздник. Кошки собрались на праздник. Буквально так, четверка жезлов. И есть в каком-то вопросе победа. И у нас выпадает на деньги, значит, какой-то разворот вашей финансовой ситуации или благоприятность течения обстоятельств может быть на этой неделе. Может быть, возможно. Для этого вам нужно быть этим отшельником, чтобы чего-то не упустить или куда-то не поторопиться. А для кого-то это будет нам. Карта говорит о том, что сохраняй деньги. Да, у тебя сильная позиция. Но твоя задача на этой неделе – сохранить все то, что ты имеешь. Прошлое уже не состоится. Не повторится нам об этом, говорит карта. А будущее, оно еще непонятно. Оно еще не отстроилось. И еще пока нулевой аркан в колоде Таро иллюминатов хаос перед началом творения называется. Вокруг вас, мои дорогие тельцы, может быть, ну аллегорически говоря, своеобразный хаос. Или когда вопросов больше, чем ответов. Не торопитесь, правда, несмотря на свою сильную позицию. Более чем сильную позицию. Посмотрите, у нас королева жезлов. Вот так выглядит. Великолепно выглядит, надо сказать. И королеву жезлов отличают умение хранить тайны. И нам об этом где-то мы уже с вами и говорили. Что хранить молчание, не обещать, может быть, кому-то, что вы будете обязательно участвовать или помогать в каком-либо деле. Сбор информации проходит великолепно по королеве жезлов. Она сама никуда не спешит. Это к ней приходят и все рассказывают. В последующем она продумывает, как это можно применить на благо самой себе. И только потом действует. Нет торопливости. Почему? Несмотря на то, что это жезлы. И все же жезлы, огонь, импульс какой-то. Нет, у королевы жезлов все под контролем. Что отличает, кстати, королеву жезлов? Это то, что она умеет правильно распоряжаться деньгами. И надеется-то, мои дорогие, сама на себя где-то. Поэтому есть творческие планы или амбициозные планы. Нам не совсем тут про любовь говорят. Но личная жизнь – это еще и ваши амбиции тоже. И вот где-то дела, работа, бизнес, может быть, на этой неделе какие-то важные наработки или какие-то важные встречи или новости, информация, события. Для вас словно, правда, что-то пространство подстраивает под то, чтобы для вас или вы для себя могли осуществить со знаком плюс. Как изменить финансовую ситуацию или получить желаемое где-то. Но вокруг вас обстановка непонятная. И, видимо, вот это для кого-то, я так надеюсь, карта повешенного будет означать как раз, что просто не время себя тормошить и куда-то ускоряться, чтобы не наломать дров. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Перекладывайте на себя.